Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Если вы хотя бы немного знаете мою биографию, то наверняка понимаете. У меня нет поводов любить нашу российскую полицию. Меня много раз незаконно задерживали на акциях протеста. Иногда делали это очень жестко, наносили травмы. Однажды даже разбили голову. Я сбился со счета, сколько раз приходилось ночевать в отделах полиции и отбывать арест в спецприемнике. Кажется, что за эти годы у меня должно было сложиться ну такое стойкое отвращение к любому сотруднику МВД. Но на самом деле это не так. Я прекрасно понимаю, что рядовые полицейские по большому счету так же бесправны, как и большинство граждан России. И если они случайно перейдут дорогу большому начальнику, шансов защитить себя будет очень мало. Одна из таких историй происходит прямо сейчас. Об этом наше сегодняшнее видео. Итак, 29 июня. Поздний вечер. Москва. В районе Филевский парк некий мужчина устроил пьяный дебош. Он ведет себя агрессивно и ломится в один из частных домов. По звонку испуганных жителей на место приезжает наряд полиции, буйного гражданина задерживают и доставляют в районный отдел МВД. Похоже, человек с пьяну перепутал адрес. Но при этом он абсолютно неадекватен и не хочет никого слушать. Документов у него нет. Дебошир ведет себя очень нагло. С каждой минутой гражданин становится все агрессивнее. И когда сотрудники МВД предлагают пройти в камеру, пока будет оформляться административный материал, дебошир вынимает ремень и начинает лупить им полицейских. Не надо, не надо. Тихо. Гражданина скрутили и отправили отсыпаться в камеру. Поскольку документов у него при себе не было, полицейским потребовалось некоторое время, чтобы установить его личность. Выяснилось, что человек и правда непростой. Большой прокурорский начальник. Зовут его Игорь Мыльников. Заместитель начальника в одном из управлений Генеральной прокуратуры России. В надзорном ведомстве он на отличном счету. Всего год назад генпрокурор повесил ему на грудь знак почетного работника прокуратуры и выплатил крупное денежное поощрение. Кстати, по информации газеты «Коммерсант», в надзорном ведомстве Мыльников отвечал как раз за контакты с МВД и был знаком со многими генералами. Ну, видимо, поэтому так дерзко вел себя с рядовыми полицейскими. Был уверен, что высокие связи защитят его от любых проблем. Мыльников прекрасно понимал, что ему ничего не грозит. Он же не Кирилл Жуков, который получил три года колонии за то, что на митинге приподнял забрало шлема росгвардейцу. Нет, он высокопоставленный прокурор, поэтому может не бояться уголовного дела, даже отхлистав полицейского ремнем по лицу. Через пару часов после инцидента в отдел полиции приехали работники прокуратуры. Они подтвердили личность Мыльникова и его особый статус. Проспавшийся дебошир вышел на свободу и поехал домой. Дело в том, что по закону сотрудника прокуратуры нельзя привлечь к ответственности и даже просто задержать без разрешения его начальства. Это называется спецсубъект. Скорее всего, инцидент бы по-тихому замяли. Однако видео попало в интернет и привлекло внимание общества и СМИ. Скандал удержать не удалось, и вскоре генеральный прокурор России Игорь Краснов лично подписал распоряжение об увольнении Мыльникова. Официальная формулировка за нарушение кодекса профессиональной этики, который обязывает сотрудника прокуратуры быть тактичным, выдержанным и эмоционально устойчивым. Но, разумеется, никто не стал возбуждать на Мыльникову уголовку за нападение на полицейских. Его просто уволили. А знаете, кто теперь имеет все шансы отправиться за решетку? Вот те самые сотрудники МВД, которые задержали агрессивного прокурора и которых он лупил ремнем. В отношении полицейских началась следственная проверка. Их подозревают в превышении служебных полномочий. Статья 286 Уголовного кодекса. До 7 лет лишения свободы. К делу уже подключились и друзья Мыльникова из ФСБ. Журналисты выяснили, что в отделе полиции, куда доставили это пьяное тело, уже проведены оперативные мероприятия. Сотрудники спецслужбы изъяли мобильные телефоны у всего личного состава. Ищут того, кто снял инцидент и выложил видео в сеть. Чем закончится эта история? У Мыльникова, скорее всего, жизнь наладится. Увольнение из прокуратуры он переживет и через какое-то время наверняка найдет себе хорошее новое место, воспользовавшись старыми связями. Ну, например, пополнит судейский корпус. Там хватает бывших прокурорских работников. Либо займется бизнесом. Связи в МВД и спецслужбах в нашей стране являются отличным заделом для любого стартапа. А вот полицейским, которые столкнулись с Мыльниковым, предстоит выдержать тяжелый прессинг. Вероятно, им придется уйти из органов, либо уволят по статье, либо заставят написать заявление по собственному желанию. И в ближайшее время их ждут допросы, очные ставки и обыски. За что? Да просто за то, что они нормально и, кстати, вполне корректно выполнили свою работу. Отреагировали на вызов граждан, задержали пьяного хулигана, который ломился в чужой дом. При этом документов у дебошира не было. А на лбу у сотрудника прокуратуры не написано, что он является спецсубъектом. Но кого это теперь волнует? По большому счету, за рядовых полицейских некому заступиться. Гражданское общество к полиции относится, ну, довольно враждебно. Из-за произвола, который зачастую устраивают представители МВД. Вряд ли стоит ждать митингов с плакатами «Я, мы, полиция». Профсоюз работников МВД в Москве формально существует. Но на практике за права полицейских он не борется и мало кому помогал. Так что отсюда тоже вряд ли стоит ждать серьезной помощи. Поддержку мог бы оказать Владимир Воронцов, который создал популярный паблик «Омбусмен полиции» и пытался отстаивать интересы рядовых полицейских. Но Воронцов сам уже третий месяц за решеткой по сфабрикованному обвинению, за которым явно маячит мстительное руководство МВД. В общем, рядовые менты оказались один на один с системой, частью которой они сами являются. И я хочу выразить им солидарность. Призываю правозащитников, журналистов и депутатов обратить внимание на то, что сейчас происходит в отделе полиции «Филевский парк». Наша страна не должна жить по закону джунглей, когда с людьми сводят счеты по праву сильного. ФСБ и прокуратура не должны становиться инструментом личной мести. А общество должно давать отпор произволу в любом проявлении, независимо от того, кто становится жертвой – актер, журналист или сотрудник полиции. Давайте попробуем защитить этих парней в погонах из Филевского парка. Чтобы и сами сотрудники полиции понимали, в ситуации беззакония их может защитить только общественная солидарность. Полицейские должны наконец понять, что у нас с ними общий интерес – создание правового государства. И, кстати, общий враг – коррумпированная бюрократия, для которой все мы – пыль под ногами. Друзья, обязательно поставьте лайк под этим видео, чтобы помочь его распространению. Разместите ролик в своих социальных сетях и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok